Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы начнем сейчас говорить о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Христианская община в Коринфе возникла, вероятно, в самом начале 50-х годов или, может быть, даже на рубеже 40-х и 50-х годов первого столетия. Принято полагать, что апостол Павел и был основателем этой общины, первым, кто проповедовал христианство в Коринфе. И к моменту, когда это послание было написано, а оно было написано ориентировочно около 56-го года, христианская община в Коринфе насчитывала, вероятно, человек 20, может быть, немного больше, до 30 человек христиан, большей частью происходивших из язычников. Хотя, по-видимому, христиане из иудеев в Коринфе тоже были. И вот эта община небольшая пребывала в довольно регулярной переписке с апостолом Павлом, своим основателем и, видимо, можно сказать, таким духовным лидером. Надо сказать, что это первое послание Павла к Коринфянам вовсе не было первым. Он упоминает в нем послания, которые были им написаны раньше, но до современного читателя дошло только это и еще одно следующее послание к Коринфянам, которое, впрочем, тоже не было следующим после этого, там еще было одно послание в промежутке. Таким образом, получается, что перед нами некоторый фрагмент переписки, довольно обширной переписки Павла с Коринфской христианской общиной, в которой мы, в общем, не знаем начало, не очень знаем середину и не очень знаем, чем дело кончилось. Вот такой выхваченный из времени элемент развития и общины, и отношений Павла с этой общиной. При всем том, мы знаем, что Коринф был довольно своеобразным, таким шумным торговым городом, крупным торговым центром, и, кроме того, мы из самого содержания послания знаем, что община христианская в Коринфе сталкивалась с самыми разными проблемами. Этих проблем было действительно много, и они были разные, разноприродные. Здесь и искушения окружающего мира, языческого окружения и тех обычаев, которые в этом окружении существуют, и некоторый конфликт, ну или, может быть, мягче сказать, несовпадение между тем, как представляли себе должные и недолжные христиане из иудеев и из язычников и многое другое. Поэтому в послании апостола Павла, в частности, в первом послании к Коринфянам, мы видим, как апостол между этими проблемами движется для того, чтобы высказать свое мнение, предложить некоторые видения и решение этих проблем. То есть текст этот продиктован таким образом не как богословский трактат о глубинах откровений, а как то, что рождается в душе, в сердце, в голове апостола Павла, вот в самом кипении реальной жизни, в том, что происходит в этой самой коринфской общине. Кроме того, надо сказать, что из Коринфа к апостолу приходили вестники, сообщали ему, ну, рассказывали устно, что там происходит, и кроме того, тоже он получал переписку, получал письма от христиан Коринфа. Таким образом, вот этот диалог, он был довольно интенсивным и разнообразным. В первой главе, как обычно в своих посланиях, апостол Павел вместе со своими сотрудниками, здесь он называет среди них Сосфена, обращается к церкви, находящейся в Коринфе, приблизительно так, как он это делает, и обращаясь ко всем остальным церквям. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, святым со всеми призывающими имя Господа Иисуса Христа. С одной стороны, повторю, ничего необычного, потому что практически в любом своем послании он формулирует вот такого рода обращения. Но что, в общем, не вредно было бы сегодняшнему читателю заметить? Вот эта формулировка в самом начале. Павел, апостол, мисс Асфенбрак пишут, «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе». Это не церковь Коринфа. Это церковь, которая одна. Но в то же время это и не часть какая-то, мало, коринфский кусок Вселенской церкви. Это церковь Божья, та, которая в данный момент, в данном месте находится, находится в Коринфе. Это довольно важная вещь, понимаете, то, как видят апостолы, Павел в том числе, христианскую общину, что они называют церковью. Они не будут говорить, что это, скажем, некоторое подразделение, прости Господи, церкви Божьей, которая находится там-то. Это вся полнота церкви, которая вот в данный момент находится в городе Коринфе. И это не часть города Коринфа, не принадлежит ему. А это вот такое удивительное присутствие всей полноты Христовой общины в данное время, в данном месте. Сама по себе эта формулировка заслуживает того, чтобы задуматься над ней, какие именно представления о церкви стоят за этими словами апостола и его сотрудников. Ну и вот этим людям, этой общине, которая находится сейчас в Коринфе, они пишут и говорят им, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот этот мир от Бога, который все время апостол Павел в начале и в конце своих писем упоминает, этот мир, который, конечно, восходит к древнееврейскому понятию шалом, состояние примиренности в Боге, тоже чрезвычайно важный, и именно для коринфской общины. Это не просто слова, слова, это не просто способ сказать привет-привет, это действительно молитва, желание Павла, это то, о чем он думает, что его заботят, что он считает важным. И вот он от своего сердца передает этим людям, своим читателям, мир от Бога, мир, который Павел от Бога принимает и от Бога дает этим людям. Тоже, на самом деле, совсем не такая тривиальная вещь, представление, потому что, ну, в конце концов, понимаете, мир, который исходит от Бога, он Богу принадлежит. И как мы можем передавать это друг другу? Ну, вот Павел все-таки все время говорит нечто подобное «мир вам от Бога». Он делится этим миром, делится этим состоянием сердца, состоянием духа, в котором есть мир Божий. И для него тоже эти слова очень много значат, потому что он принимает в мире в свое сердце всех тех людей, к которым обращается. Ну, и тоже, как обычно, видите, следующий абзац первой главы посвящен, как во многих посланиях, некоторой благодарности Богу за этих людей. И здесь тоже апостол Павел говорит вещи для него, казалось бы, вполне нормальные, повторяющиеся чуть не в каждом послании. «Благодарю Бога за вас, за то, что вам дарована благодать Божья во Христе Иисусе». И так, да, конечно, апостол благодарит Бога за то, что вот есть эти люди, есть жители Коринфа, христиане Коринфа, которые верят, которые приняли благодать Божью, которая была дарована им во Христе Иисусе. Но обращает на себя внимание вот в этом первом или среднем абзаце второй главы, простите, первой главы, то, что Павел говорит, что это во Христе вы обогатились. Благодать не просто вам, вам дарована, она дарована вам во Христе Иисусе. Именно в нем вы обогатились всяким словом. Так что теперь у вас нет ни в чем недостатка, и вы можете ожидать пришествия Господа Иисуса Христа, который утвердит вас до конца. Вот эта вот картина, которая, видимо, перед глазами апостола Павла. Вам дана всякая благодать, всякий дар, который может понадобиться, который, собственно, делает человека христианином. делает его способным соблюдать заповеди Божьи. Вот всякий дар благой, все это вам дано, но не вообще, а именно во Христе Иисусе. То есть, на самом деле, получается, что для апостола то, что называют Церковью Божьей, это некоторое сообщество людей, которых объединяет то, что они во Христе, то, что они во Иисусе получают этот самый дар жизни. И вот эта тема обычная в каком-то смысле для апостола Павла тоже, она будет на протяжении первого послания к Коринфянам встречаться нам постоянно. Он говорит о том, что не вообще, а именно во Христе Иисусе. Вы получили дары, вы получили жизнь. Это не что-то такое, понимаете, что вам выписали со склада, а это результат и плод личной встречи со Христом. И вне этой встречи со Христом вообще не существует, не бывает, невозможно. Благодать Божья, дары, которые дают возможность жить и стоять в правде и в вере до пришествия Иисуса Христа, они даны именно в нем, в самом Иисусе, для того, чтобы нам пройти этот путь до полной, окончательной, так сказать, встречи с Господом. Вот что чрезвычайно важно иметь в виду, потому что современный читатель часто акцентирует внимание на том, что подарено Богом, благодать, еще какие-нибудь слова, познания, как апостол пишет в этой главе. А для самого апостола важно не столько то, что подарено, сколько в кум подарено. Вот, приняв Иисуса Христа как своего Господа, вот жители Коринфа, ставшие христианами, действительно всем обогатились. И далее апостол продолжает говорить о том же самом, но уже применительно к конкретной ситуации. В Коринфе он говорит «Умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа». Для апостола, как выясняется в частности в первом послании Коринфеным, как для иудеев все же важно, что то, над чем наречено имя Божье, принадлежит Богу, является в каком-то смысле святыней Господу. Так полагали иудеи о Иерусалимском храме, месте, над которым наречено имя Господне, над другими святынями, которые существовали в иудейском мире. И так Павел мыслит об имени Господа Иисуса Христа. Он говорит о том, что там, где наречено имя Иисуса Христа, там присутствие Божье. Имя таким образом для него становится некоторой формой присутствия, вероятно, так нужно сказать. не будем забывать о том, что Павел ведь, как опять-таки иудей, относится к самому имени Божьему, как к великой святыне, которую, как вы помните, никто не может произнести, кроме первосвященника, который раз в год с кровью жертвы входит во святое святых. И вот примерно так, как верующий иудей с трепетом и благоговением, как к великой святыне присутствия относятся к имени Божьему, так, в общем, Павел относится и к имени Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому, когда он говорит, что умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, для него это не риторическая фигура, для него это обращение к самому важному и самому серьезному, что вообще для него может быть, как в форме присутствия самого Бога. И вот он говорит, чтобы вы, умоляю вас, братья, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, потому что, да, действительно, в Кариновской общине возникали споры, разделения, точки зрения людей отличались, причем мы затрудняемся сказать, по каким, так сказать, богословским причинам различались мнения людей, о чем они спорили. Судя по посланию, вот Павел здесь пишет от домашних Хлоинах, мне стало известно, что между вами есть споры, имея в виду, что одни говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, Ая Крестов. Видимо, разделялись, по крайней мере, судя по этому месту послания апостола Павла, разделялись христиане Каринфа по принципу своих духовных лидеров, кого они считали своими наставниками. Одни говорили, что ну вот мы обратились, когда свидетельствовал апостол Павел, и мы Павловы другие говорили, что мы обратились или что-то поняли вообще, наша жизнь изменилась, когда после Павла здесь проповедовал Аполлос. Вот мы Аполлосовы. И так далее. Понимаете, это ведь очень актуальная вещь, потому что в современной церковной жизни это наблюдается просто буквально сплошь и рядом, сколько людей, которые там ищут или нашли себе какой-нибудь такой вот духовный образец для подражания руководителя и так далее. В общем, все проявления православного гуруизма, я думаю, что всем хорошо известно, можно не углубляться в этот феномен, ну, перед глазами. вот, я принадлежу к такому течению, сякому течению, вот там такого старца, эдакого, все это налицо. Две тысячи лет прошло, все то же самое. Так вот, поэтому-то нам так и важно увидеть, а что Павел про это говорит, как он к этому всему относится. и Павел говорит фундаментальную вещь, почему, собственно, он и есть первоверховный апостол. Он говорит, так, друзья, разве за вас умер Павел? Разве за вас умер Аполлос? Разве я распялся за вас? Он говорит о том, что мы все вне зависимости от того авторитет для других, не авторитет, какое свидетельство человек принес и что он там объяснил, понял, показал в путях крестьянской жизни, это все не важно, потому что мы все принадлежим Богу. Это Христос распялся за нас, за каждого из нас, и во имя Христа мы крестились. Понимаете, вот это чрезвычайно тоже важная и нужная для современного читателя вещь, которой надо учиться у Павла. видеть, что главное, что по сути, понимаете, по сути важно не то различие стилей или даже точек зрения на какие-то вопросы, которые есть у последователей того или иного духовного лидера, а по сути важно, что Христос распялся за нас. И это делает нас едиными друг с другом, это делает нас братьями и сестрами, и это то, что Христос распялся за нас, собственно, и спасает нас, а не какие-то изысканные тонкости, которыми мы можем друг от друга отличаться, из-за которых можем друг с другом спорить. Это, конечно, чрезвычайно важная и очень поучительная вещь. О своем же свидетельстве Павел говорит, ну, слава Богу, что я не крестил никого, чтобы вы не подумали, что я в свое имя это делал. Ну, там крестил одного-двух человек, но Христос, говорит апостол, послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова. Не крестить, а благовествовать. Понимаете, собственно, для Павла крещение это некоторое событие, в котором человек входит в Новый Завет с Богом. Ну, и, казалось бы, без этого вообще никак невозможно. Но про себя апостол говорит, нет, Бог послал меня не крестить, не быть представителем Бога при заключении этого Завета. Он послал меня благовествовать, свидетельствовать, рассказывать, причем без каких-то чрезмерных сложностей, да, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Дальше апостол будет говорить о том, что, собственно, главное, суть того, что именно Бог послал его благовествовать, это то, что Сын Божий умер за нас на кресте. Вот, что самое главное, слово о кресте благовествование о кресте, о том, что Сын Божий воплотился, пришел, родился в этот мир, да, пришел к людям, свидетельствовал о Боге, дал заповеди и был убит, и был убит, и погиб на кресте мучительной и позорной смертью. Вот, собственно, до каких пределов доходит любовь Божья к людям, да, вот об этом Павел призван благовествовать, что Бог возлюбил мир даже до смерти и смерти крестной. И он говорит о том, что это никому невозможно просто так принять. Для людей в большинстве случаев это безумие, юродство, как написано в нашем синодальном переводе, это проявление какого-то повреждения сознания. Так не может быть Бог, который вроде бы как самый сильный, самый главный и самый всемогущий приходит в этот мир и его убивают. Как такое может быть? Это невозможно. возможно. Но Павел говорит, но для нас, которые поверили в это, мы увидели в этом силу божественной любви, силу Божья. Понимаете, сила, которая действует не так, как человеческие или природные силы этого мира. И вот дальше апостол говорит о том, что ну да, это трудно понять мозгами. Это надо в каком-то смысле можно сказать сначала пережить с сердцем, а потом уже пытаться для себя каким-то образом объяснить, потому что логики в этом нет никакой, говорит апостол. Или наоборот логика есть, но гораздо более глубокая, чем та одномерная, так сказать, которая нам с вами доступна. Поэтому он говорит, ну что, ну где мудрость, где вот все думали, что они такие умные, что сейчас Бога поймут, как Бог устроен, как Бог действует и смогут, так сказать, его действия спрогнозировать. Не смогут, потому что мы не можем представить себя, как Бог идет на смерть ради любви к такому, в общем, ничтожному существу, как гомо-сапиенс. Однако это происходит. И вот Павел говорит, ну где совопросник мира сего? Этот мир своей мудростью не познал Бога. И поэтому Бог безумием, юродством, проповеди, ему было угодно спасти верующих, дав такое свидетельство, которое понятие принять можно только сначала сердцем, потом головой. И почти невозможно, Павел говорит, что безуспешно пытаться принять сначала головой. По-другому устроен человек, наверное. Вот он говорит о том, что Бог из-за каких-то особенностей нашего интеллекта, может быть, не знаю, не может до нас достучаться до головы в мозге, в рациональности. Вот он поэтому стучит в наше сердце, как сам Бог Пророк Осий когда-то говорил узами человеческими, влег я вас узами любви. Вот это свидетельство Боге, который отдает свою жизнь на кресте ради любви, оно призвано дать нам возможность также такой же любовью ответить на это, а не искать каких-то рационально выверенных форм. И вот апостол говорит, ну да, всем что-то надо, иудеи требуют чудес, чтобы доказать, что сын Божий, действительно сын Божий, эллины ищут мудрости, значит, хотят, чтобы им там все объяснили и разложили по полочкам, а у нас нет ничего, у нас нет, говорит апостол, ни чудес, ни мудрости, ни глубокомысленных рассуждений, ни чрезвычайных каких-то происшествий. Мы без этого пришли, мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумия. Вот все, что он в начале главы говорил о том, что это в нем в Иисусе вы получили все дары, о том, что именем его, именем Иисуса я призываю вас быть едиными, помнить о том, что это он за нас умер, это в него мы крестились, да, вот мы проповедуем его распятого и больше ничего. На самом деле, конечно, за словами апостола Павла мы проповедуем Христа распятого стоит все же довольно много всего, потому что это подразумевает разговор о том, кто есть Христос, прежде чем говорить о том, что вот Иисус, который и был Христос, Сын Божий, посланный для спасения мира, вот он умер на кресте. Ну, тем не менее, апостол говорит, может быть, слегка полемично, что мы проповедуем Христа распятого и больше ничего. Я положил к вам прийти ничего больше не знающим. Вот распятый Христос для призванных Божья сила и Божья премудрость. В нем, говорит апостол Павел, мы и видим, и принимаем, получаем эту силу, когда мы становимся учениками распятого, когда мы стараемся понять Бога, принять его, узнать, встретить его именно в распятом Иисусе. И апостол говорит о том, что вот это немощь, немудрое Божье, оно сильнее, премудрее человеков, сильнее человеков, немощное Божье. Он говорит христианам Каринфа, ну вот взгляните на себя, кого избрал Бог, разве среди вас много сильных мира сего, благородных, мудрых? Нет, но, говорит Бог, говорит апостол Павел, Бог избрал немощное мира, чтобы посрамить сильных, и Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и это чрезвычайно тоже важная для читателя вещь. В конце концов, знаете, вторая половина этого высказывания про посрамить мудрых или посрамить сильных может быть не так для нас и важна, но для нас важно услышать и поверить тому, что Бог избрал немощное мир, Бог избрал немудрые мира, вот нас, вот такие, как мы есть. Бог может, так может быть, понимаете, часто людям, как и христианам Коринф того времени, так и сейчас, кажется, что избранность Богом подразумевает какую-то грандиозность, величие, свет из ушей, молнии из глаз, какие-нибудь еще экзотичности. Нет, говорит апостол, Бог избрал немощное, немудрое, очень обыкновенное. На самом деле, это вообще в истории человеческого рода, я бы сказал, все время бросающийся в глаза феномен, когда группы человеческих предков избираются Богом и становятся основанием для, так сказать, дальнейшей эволюции не за свои блестящие качества, а за то, что они без Бога не выживут. Так и здесь апостол говорит, Бог избрал немощное миро. Это, во-первых, означает, что нас, вот таких, вот какие мы есть, а во-вторых, это означает, что сила не в нас, а в Боге, который нас избрал и за которым мы следуем. Вот это в последних стихах первой главы чрезвычайно важно. И заканчивает Павел, в общем, традиционной для него мыслью когда он говорит, что вот незнатное, уничиженное, ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Павел считает чрезвычайно неполезным духовно перед лицом Божьим думать о собственных достоинствах и заслугах, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И Коринфян он говорит, ну и вы тоже, как и все остальные, во Христе Иисусе от Бога происходите. Именно Христос для вас премудрость и праведность и освящение и искупление. Не вы сами, не вы сами, а Иисус для вас является этой самой премудростью и освящением и искуплением. Потому что, говорит Павел, так и написано, хвалящийся хвались Господом.